Объект номер СКП-033, класс объекта Евкрит. Особые условия содержания, во время хранения СКП-033 должно быть записано на одиночном листе бумаги, папируса, холста или пергамента. Лист должен быть изготовлен вручную и иметь неправильную форму, а именно, никакие две стороны не должны быть параллельны, углы между любыми двумя сторонами не должны быть прямыми, длины двух любых сторон не должны совпадать, так называемая 033 устойчивая конфигурация. Во время хранения пищи материал должен находиться в запертом, но без кодового замка, хранилище, на расстоянии не менее 30 метров от любого записывающего или вычислительного устройства. В целях предотвращения заражения бумажных или электронных носителей журналы доступа к объекту СКП-033 должны вестись на минимальном безопасном расстоянии в 30 метрах. Когда СКП-033 изымается для изучения, следует поручить персоналу класса дископировать его на классную доску 033 устойчивой конфигурации. После переноса объекта на доску использовавшейся ранее для хранения пищи материал должен быть сожжен. Наблюдение и изучение должны проходить в запертой комнате для совещания, на расстоянии не менее 30 метров от любого записывающего или вычислительного устройства, в течение не более чем 2560 секунд, окно наблюдения. Результаты наблюдения или заметки должны записываться на 033 устойчивых материалов. Записи, касающиеся СКП-033, не должны ни при каких обстоятельствах покидать пределы филиала или вводиться в какие-либо записывающие, вычислительные устройства. Точно по прошествии 2000 секунд наблюдения и исследования необходимо прекратить. СКП-033 должен быть помещен на 033 устойчивый пищематериал, после чего персонал класса D должен вернуть его в хранилище. Доска, использованная для записи числа во время исследований, должна быть сожжена как можно скорее, независимо от того, успела ли СКП-033 исчезнуть с ее поверхности естественным путем по истечении 2560-секундного интервала. Неизвестно, предотвращают ли процедуры содержания СКП-033 его разрушительный эффект, или же только замедляют. Предполагается, что неправильные границы листа и неоднородности материала, возникшие вследствие математически непредсказуемой ручной работы, каким-то образом нарушают логику, необходимую для функционирования СКП-033. Описание СКП-033 выглядит как множество сложных математических символов, от сравнительно простых до тех, интерпретировать которые способны лишь выдающейся математике. Сумма этих символов равна ранее неизвестному целому числу, обозначенному профессором Хачинсоном как число тета-штрих, и имеющему значение, промежуточное между шшшшшш. Поскольку все современные математические вычисления выполняются без использования и даже без представления о СКП-033, ввод его в любую систему, организованную без его помощи, начинает разрушать численную, а впоследствии и структурную целостность этой системы. Этот эффект распространяется на любой пищематериал, точнее, бумагу, папирус, холст или пергамент, не обладающий 0.33 устойчивой конфигурацией, а также на любые вычислительные или записывающие устройства. Будучи записанным на любом другом материале, СКП-0.33 расплывается до состояния полной неразборчивости спустя 2560 секунд. К тому же, СКП-0.33 как минимум один раз продемонстрировал способность перепрыгивать с 0.33 устойчивого носителя на бумажный или электронный носитель, который он может дестабилизировать, смотри отчет о происшествии 0.33D. Это создает необходимость в зоне отчуждения радиусом 30 метров, куда запрещено проносить бумажные или электронные носители. В настоящий момент не существует планов 0.33 устойчивого электронного хранилища. Ш-ш-ш-ш исследовательских проектов, включающих в себя СКП-0.33 посвящено созданию такого рода хранилища. Ш-ш-ш-ш исследовательских проектов посвящено использованию СКП-0.33 для нейтрализации потенциально опасных СКП-объектов, основанных на машинной лобике. Пояснение для неспециалистов от профессора Хатчинсона можно найти в документе 0.33A, с эффектами можно ознакомиться в документе 0.33Q. Документ 0.33A, записи профессора Хатчинсона по результатам первого наблюдения. Стенограмма отредактирована для удобства. Профессор Хатчинсон, каждый школьник знает, что 2 плюс 2 равно 4. Математическое постоянство значений и порядка чисел является основой для всех логических систем. Мы знаем, что после 2 идет 3, а после 3 – 4. Но эта формула доказывает, что мы где-то пропустили число. Представьте, что вся наша наука была бы основана на уверенности, что после 4 идет 6. Мы бы просто не знали и не могли бы представить себе число 5. Вот в чем состоит суть этой формулы. Мы пропустили число. Профессор Хатчинсон, я не могу сказать, почему пергамент ручной работы оказался наиболее эффективен. Я могу лишь предположить, что он не обладает математической предсказуемостью в двух отношениях. Во-первых, неравномерность процесса производства, вызванная человеческим фактором, дает на выходе материал, не обладающий правильностью промышленно произведенные бумаги. Во-вторых, неправильные границы каким-то образом сбивают СКП 0.33 с толку, словно оно пытается найти какую-нибудь закономерность, которую оно могло бы использовать как лазейку. Впрочем, я не думаю, что его стоит оставлять на любом носителе дольше, чем на несколько дней. В конце концов, оно найдет свою закономерность. Профессор Хатчинсон, я не думаю, что оно разрушает что-либо. Я считаю, оно пытается внедриться в наши системы, и наши системы оказываются не способны выдержать его. Это все равно, что пытаться запихнуть еще одну книгу в заполненный до отказа шкаф. Ее можно запихать туда с помощью кувалда, но в итоге шкаф просто развалится. Если это число попадет в интернет, то мы имеем все перспективы на полный коллапс всей инфраструктуры в течение нескольких часов. Документ 0.33Q, результаты тестирования, испытания 0.33 DELTA 5. СКП 0.33 записано на одиночном листе стандартной бумаги фабричного производства размером 21,6 на 28 см, обозначен как X1. Второй лист бумаги, идентичный первому и обозначенный как X2, расположен в 30 см, 30 см, от X1. 80 секунд символы, идентичные СКП 0.33, начинают проявляться на X2. X1 остается неизменным. 160 секунд, содержимое СКП 0.33 полностью проявилось на X2. X1 неизменен. 320 секунд, X1 и X2 намокают. Символы еще читаемы. 640 секунд, X1 представляет из себя смесь из одной части воды, судя по всему, и пяти частей кашицеобразной субстанции, все еще сохраняющей первоначальные размеры. Разобрать написанное невозможно. X2 мокрый, символы на нем читаемы. 1280 секунд, X1 не виден. Вода, по-видимому, испарилась, а кашицеобразная субстанция сублимировалась. X2 представляет собой смесь из одной части воды и пяти частей кашицеобразной субстанции, все еще сохраняющую первоначальные размеры. Разобрать написанное невозможно. 2560 секунд, X2 не виден. Вода, по-видимому, испарилась, а кашицеобразная субстанция сублимировалась.